Друзья, сегодня мы быстро и весело. Всего лишь из одного длинного шарика ШДМ сделаем улитку. Итак, начнем. Для работы нам понадобится один длинный шарик ШДМ, его размер 260, насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. Начнем. Растянем шарик, наполним его воздухом и оставим хвостик примерно эдак на 8 пальцев. Так, вот наш хвостик. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Все полезные ссылки в описании, в том числе, как завязать длинный шарик ШДМ без нитки. Обязательно так разомнем его и приступим к изготовлению улитки. Итак, скручиваем раз. Это элемент Баббл Твист. Делаем еще один такой же элемент. Два. Вот так. Теперь их так складываем. Левой рукой придерживаем и перекручиваем вместе. Вот. И спрячем хвостик. Здесь завязывать его не обязательно, 100% не раскрутится. Вот. Так. Теперь сделаем еще один элемент Пинч Твист. Для этого нам надо вот так здесь перекрутить. Вот. Теперь сложить. Левой рукой придержать. А правой рукой оттянуть. И перекрутить. Это сложноватый элемент. Если потренироваться, получится. Теперь слегка направим в воздух хвостику. Будем делать шею улитки. Примерно на 5 пальцев. Скрутим шарик раз. Теперь сделаем ножки. Скрутим шарик раз. Скрутим шарик второй раз. Вот, друзья. Все видно, да? Складываем и перекручиваем. Сейчас рассмотрим, что у нас получилось. Какая красавица. Вот. Замечательно. Пинч Твист смотрит вперед. Эти два вверх. Шея, ножки. И теперь, друзья, вот у нас останется вот такой. Значит, здесь мы делаем петлю. Достаточно большую. Наверное, на 6 пальцев. А может и на 7, да? Вот так. Определяем сначала размер. Потом вот тут скручиваем. Теперь складываем. Вот так вот перекручиваем. И останется дело, как вы понимаете, за малым. То, что у нас осталось, это будет сейчас ракушкой. Да? Вверху. Давайте вот так вот аккуратно. Сейчас разомнем шарик, чтобы хвостик исчез. Итак, друзья. Голова, шея, ножки. Петля. И, наверное, как вы уже догадались, сейчас мы будем закручивать ей ракушку. Вот так вот, начиная с конца. Аккуратненько. Красиво. Закрутим и в петлю вставим. Тут расправим сейчас спокойно. Вот. Видите? Это как раз будет очень устойчивая фигурка. Она будет стоять. Вот. И вполне замечательно украсит какой-нибудь цифру, например, ко дню рождения. Здесь можно тоже регулировать. Ну что, друзья. Перманентный маркер. К делу. Нарисуем ей улыбку. И глазики. Один. И второй. Все. Готова наша красавица. Привет, друзья. Сегодня из воздушного шарика мы будем делать собачку. Для ее изготовления нам понадобится всего лишь один длинный шарик ШДМ, насос для воздушных шаров и перманентные маркеры. Начнем. Как всегда, шарик растянем немного и наполним его воздухом. Хвостик оставим длинный, примерно на 6-8 пальцев. Готово. Немножко спустим воздух. Завяжем хвостик. Мастер-класс в описании, как всегда. Итак, друзья, готово. Вот наш длинный хвостик. И приступаем, да? И делаем следующее. Делаем элемент пинч-квист. Скрутим шарик раз. Скрутим шарик второй раз. Хвостик лучше завязать. Так не раскрутится элемент наш. Вот готово. Так, теперь, друзья, на 4 пальца отступаем. Скручиваем. Вот так. Теперь делаем такой же элемент с этой стороны. пинч-квист. Ссылка на мастер-класс также в описании. Кто не умеет его делать, потренируйтесь. Так. Делаем такой же элемент. Вот так. Скрутим шарик раз. Теперь вот так вот обливаем. Вот. Так, вот что у нас получилось. Два элемента такие, бабл-квист. И два пинч-квист по бокам. Теперь делаем ушко. Вот нам надо сделать такую петлю. Ну, примерно, может быть, такого размера. Вот. Теперь вот так складываем. И здесь перекрутим. Видно? Далее делаем еще один такой элемент, бабл-квист. Это будет лоб. Здесь мы закрепим. Давайте рассмотрим, что у нас получилось, да? Вот, друзья. Здесь два элемента и наверху один. Теперь делаем еще одно такое ушко. Далее делаем еще один шарик. Скрутим шарик. Раз. Теперь совмещаем. И перекручиваем. Вот так. Сейчас мы все расправим. Вот. Так, ребят, давайте, наверное, рассмотрим, что получилось, да? Здесь два элемента бабл-квист. Наверху пинч-квист с одной стороны, с другой стороны. Видно уже ушки? Как у спаниеля. Так, друзья. Теперь нам необходимо выйти сюда, в центр, да? Находим хвостик. Где он? Вот он. Вот. С этой стороны делаем небольшой жгутик. Как всегда. Друзья, напомним, что это для опытных любителей фигурка. Начинайте с простой собачки. Чтобы вы потом не обижались, что что-то лопается. Надо потренироваться. Вот, друзья, мы здесь завяжем. А можно просто заправить. Ну, если для ребенка, то лучше завязать. Так будет надежнее. Готово. Так. И вот посмотрим. Вот она с уши. Лоб. А здесь будет мордочка. С одной и с другой стороны одинаково. Даже здесь лучше, да? Более выпуклая такая морда. Классно смотрится. Ну, ладно, не будем терять время. Уши мы потом расправим, да? Итак, делаем шею. Вот так. Раз. Скрутим. Обратите внимание, друзья, как хвостик уменьшается в размерах. Не забывайте вот так вот на шарик надавливать рукой. Тогда будет удобнее и он будет меньше лопаться. И делаем лапы, как обычно. Передние. Вот так. Оп. Перекручиваем. Вот. Спинку. И задние лапки. Раз. Два. И останется еще и пушистый хвостик. Ах, хорошо. Все. Готово, друзья. И останется перманентным маркером нарисовать собачке глаза и мордочку. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот, дорогие друзья, какая замечательная собачка из одного воздушного шарика у нас получилась. Правда? Нам очень нравится. Привет, друзья! Сегодня из одного длинного шарика ШД мы будем делать динозаврика. Для его изготовления нам понадобится один длинный шарик, его размер 260, насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. Начнем! Растянем шарик для большей эластичности и наполним его воздухом, оставив хвостик примерно на 8 пальцев. Так, вот наш хвостик. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Все полезные ссылки, как всегда, ждут вас в описании. Добро пожаловать! Так, вот, немножечко разомнем шарик и начинаем. Итак, делаем элемент пинч-твист. Мы сняли уже отдельный видеоролик, если кому-то непонятно, посмотрите, ссылка будет в описании. Итак, скручиваем шарик, раз, хорошенько здесь, теперь левой рукой хвостик придерживаем, вот так вот складываем шарик, пальцами правой руки вот так оттягиваем и перекручиваем. Вот, есть. Хвостик лучше завязать. Вот, готово. Делаем голову. Определим вот такой размер. Голова у динозавра маленькая, поэтому скрутим здесь шарик в намеченном месте. Теперь складываем, вот так, и перекручиваем, а левой рукой придерживаем. Готовый элемент пинч-твист. Так, есть. Разомнем чуть-чуть шею. Это будет шея. И сделаем ножки. Итак, для этого скручиваем шарик, раз, левой рукой вот так захватываем, то есть придерживаем. И далее делаем такие недлинные ножки. Раз. И вот здесь вот скручиваем. Видно, да? Хорошо видно? Вот голова, я держу шею. Сделали одну ногу и скручиваем вторую. Вот. Теперь складываем эти сегменты. Вот так. Левой рукой придерживаем, правой перекручиваем. Есть. Дальше. Голова у нас будет вот так расположена. Делаем теперь такие задние, да? Отступаем где-то четыре пальца. И скручиваем шарик. Раз. Вот, друзья, видно? Хорошо? Делаем такие же ножки. Левой рукой снова придерживаем. И скручиваем раз. Скручиваем второй раз. Теперь складываем, перехватываем в левую руку. Зажимаем. А здесь перекручиваем. И вот что у нас получится. Вот у нас длинный хвост. Снова делаем элемент пинч-твист, такой как здесь. Итак, вот тут нам надо вот так вот скрутить. Видите? Теперь мы вот так вот складываем эти элементы. Видите? Вот так держим. Пальцами правой руки нам необходимо оттянуть вот этот пузырек. Видно? И я удерживаю и перекручиваю его. То есть я схватила и перекрутила. Вот. Далее делаем ответную часть спины. То есть скручиваем шарик. И крепим ее в области шеи. Вот так, друзья. Давайте еще раз все рассмотрим. То есть мы сделали длинную шею, сделали ноги. Пришли сюда, сделали задние ноги. Сделали вот этот хвост. Элемент пинч-твист. Если что, ссылка в описании на отдельный ролик, где объясняется, как его сделать. Потом мы вернулись назад, закрепили под шеей. И сделаем такой характерный для динозавра, такую характерную спинку. Нам надо сделать несколько элементов. Bubble twist. Вот. Bubble в переводе с английского. Пузырь. Ну вот три, например, у нас получилось. Теперь мы за хвост, вот за этот элемент пинч-твист, заводим. Заводим под ногами. Нам надо закрепить эту деталь. Просто мы перекручиваем вокруг, и все. И все. У нас останется хвост. Такая спина характерная. И животное полностью готово. Останется расправить шарики. И, конечно же, нарисовать им глаза, улыбку. Ну, симпатично получилось, да? Прямо как настоящий. Сейчас, друзья. Единственное, я бы еще чуть-чуть шею вот так изогнула бы. Чтобы она смотрела более вот так, вертикально. Вот. А так все нравится. Да, друзья? Для того, чтобы шею изогнуть, надо вот так аккуратно сложить. И здесь сделать, как будто вы хотите скрутить. Только аккуратно, чтобы шарик не лопнул. И она примет нужное вам положение. Все. Рисуем глаза, улыбку. Как обычно, перманентным маркером. Ну вот, дорогие друзья, наш красавчик динозавр готов. Сегодня из воздушных шариков мы сделаем маленького единорога. Для работы нам понадобится 1 5-дюймовый шарик, белый. 4 разноцветных длинных шарика ШДМ. Их размер 260. Насос, перманентный маркер и ножницы. Начнем. Итак, наполним воздухом белый шарик. Оставим хвостик примерно на 6 пальцев. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Разомнем шарик, равномерно распределив воздух. И делаем элемент пинч-квист. Скрутим шарик раз. Скрутим шарик еще раз. Хвостиком обовьем. Так, теперь делаем уши. Делаем элемент бабл-твист. Скрутим шарик раз. Так, делаем такой же элемент бабл-твист. Скрутим шарик два. И перекрутим под элементами шарики между собой. Вот так. Уши. Это будет шея. Скрутим шарик раз. И снова сделаем элемент пинч-квист. Делаем сначала бабл-твист. Вот так. Теперь оттянем пальцами правой руки шарик и перекрутим. Готово. Делаем передние ноги. Скрутим шарик раз. Скрутим шарик два. Так, второй длинноват получился. Вот так. Совмещаем сегменты и перекручиваем их между собой. Вот так. Далее туловище. Вот так. И задние ноги. Раз. Два. Снова перекрутим. Вот так. И сделаем хвостик. Скрутим шарик раз. Сделаем элемент пинч-квист. Чтобы беленький кругленький был. Два. Теперь спускаем воздух. Аккуратно. Чтобы шарик не лопнул. И завяжем узел. Вот так. Хвостик спрячем. Все. Основа готова. Приступим к изготовлению мордочки. Наполним воздухом белый пятидюймовый шарик. Так. Определим размер. И завяжем шарик. Вот так. Теперь придадим ему вытянутую форму. Вот. Можно даже сказать грушевидную форму. Вот так. Это будет морда. Прикрепим шарик. Вот сюда. Это у нас уши. Обовьем хвостик. Вокруг сегментов. Мордочка готова. Теперь сделаем гриву. Наполним воздухом шарик цвета фуксии. Оставим длинный хвостик. Немножко спустим воздух. И завяжем шарик. Все полезные ссылки, друзья, в описании. Как завязать шарик без нитки. Как сделать грузик. Итак, закрепим розовый шарик. Точнее, шарик цвета фуксии вокруг ушей. И сделаем челку. Делаем элемент. Loop Twist. Пальцами сожмем. И перекрутим. Вот так. Ушки поставим на место. Вот. Теперь отводим назад шарик. И делаем элемент Bubble Twist. Это у нас шея. Скрутим шарик. И обовьем элемент Пинч Твист. То есть нам необходимо закрепить шарик цвета фуксии. Так. Этот элемент смотрит вперед. Это уши. Вот морда. Вырисовывается. Фигурка. Теперь сделаем несколько элементов Bubble Twist. Размером с бусинку. Три штучки. Раз. Два. И три. Три. Так. Последний великоват. Хотелось бы, чтобы они были одинакового размера. И теперь за ушами закрепим. Обовьем шариком уши лошадки. Так. Выводим этот элемент на другую сторону. Вот так. Это вид со спины. Значит, это уши. Челку вперед. Мордочка. Вот, друзья. И делаем такие же элементы. Три штучки Bubble Twist. То есть, скрутим шарик раз. Скрутим шарик два. Вот так. И три. Теперь крепим с другой стороны. Обовьем передние ножки шариком. Вот, симпатичный какой получился единорожек. Значит, можно спускать воздух и завязывать узел. Так, обовьем вокруг. И завяжем. И еще сделаем несколько оборотов. И обрежем остаток. Вот так. Посмотрим, что у нас получилось. Красота. Из остатка шарика сделаем хвост. Можно использовать целый шарик, если остался очень короткий кусочек. Наполним шарик воздухом. Определим размер. Например, завяжем с одной стороны узел. Вот. Придадим изогнутую форму хвосту. И завяжем с другой стороны. Вот так. Излишки срежем с одной стороны. И хвостик закрепим. За элемент пинч-твист. Хвостик спрячем. Вот так. Вот теперь у нас единорожек с хвостиком. Так. Сделаем рог. Наполним воздухом желтый шарик. Завяжем хвостик. Вот так. Остатком шарика нам необходимо обвить рог. Так. По спирали аккуратно обовьем шарик. Левой рукой придерживайте, чтобы не развязалось. Так. Готово. Теперь нам необходимо закрепить рог. Вот так. Вот. Обовьем хвостиками уши. Вот так. И излишек можно срезать. Можно еще для надежности обвить элемент пинч-твист. Так. Срезаем излишек. И расправим шарики. Единорог готов. Теперь перманентным маркером нарисуем ему мордочку. Теперь, друзья, можно посадить. Единорога на палочку. Так. Наполним воздухом розовый шарик. Оставим хвост примерно на 5-6 пальцев. Немножко спустим воздух. И завяжем шарик. Разомнем его. Теперь хвостик закрепим. Вот так. И вот так. Сделаем несколько оборотов хвостика. Вот. И делаем цветочек. То есть нам необходимо сделать несколько элементов loop twist. Складываем шарик и перекручиваем. Пальцами зажимаем. Один лепесток готов. Далее. Снова складываем. Зажимаем пальцами. Второй лепесток готов. Дальше воздух распределяем к хвостику, чтобы шарики не лопнули. Третий loop twist. Перекрутим. Сделаем еще один элемент. Перекрутим. Расправим. Посмотрим, что получается. Прекрасно. И можно сделать еще один. Будет как цветочек. Вот так. И расправим. Вот так. Поправим хвостик. Ну вот и все, дорогие друзья. Красивый маленький единорог из воздушных шариков готов. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением. Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова